Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении Юрий Погосян. Вопросы армян в Западной Армении. Тяжело больные жители села Хиншен лишены возможности медпомощи. Армения остается объектом разжигания ненависти в Азербайджане. Доклад Европейской комиссии. Решения Европейского суда по правам человека должны быть выполнены. Государства члены должны уважать свои обязательства. Представители Евросоюза и Совета Европы осуществят патулирование по дороге в Терцор. Многослойное наследие Нерсеса Шнурале, посвященное 850-летию со дня смерти. Юрий Погосян, человек предан национальной освободительной борьбе, герой Арцахской освободительной войны, командир роты бронетехники. Погиб 12 июня 1992 года при защите села Нахичеваник. Юрий Погосян родился 8 апреля 1961 года. Детство и юность прошли в Степанакерции. Со школьного возраста увлекался спортом и техникой. Работал автомехаником. В 1983 году основал мастерскую по ремонту автомобилей в Степанакерции, которая впоследствии стала одним из первых арсеналов арцахского движения. Изготовленное им оружие впервые было использовано в 1990 году в Гатрудском районе, когда азербайджанские омоновцы при поддержке советских войск стремились насильно депортировать армян. В 1991 году стал командиром 4-й роты. Неоднократно проявлял себя как опытный командир, отважный боец, разведчик и сапер. В Кичане, Сархавенде, Хармаджуге как командир отрядов в боях Ханабады и Аскеранского района уничтожил бронетехнику противника. 12 июня 1992 года погиб на фронте Аскеран на Хедживаник. Похоронен в Степанакерции. Награжден орденом боевого креста первой степени НКР. Звание национального героя Республики Армения получил посмертно. Награжден орденом Отечества. Согласно священному океанскому календарю, день Арама 21 июня месяца Новосарт Арегнапайл. Праздник Арегнапайл один из главных праздников, который отмечается с прихода лета, когда солнце находится на своей самой главной точке, являясь самым длинным днем в году. Согласно священному учению океана, праздник Арегнапайла это праздник отцов. В праздник Арегнапайл проходит благословение армянского древа жизни, абрикоса. Праздник называется освящение абрикоса. Согласно учению океана, абрикос считается плодом солнца, абрикосовое дерево, древом жизни, на основе которого наши святые жрецы и цари называли его циранат-снук, циранат-кир. Арегнапайл также считается праздником прославления армянского царя Арамазда. Распространенное заблуждение о том, что Арамазд, армянский верховный бог, приходит в результате незнания и неправильного сравнения армянской мифологии и системы других народов. Армянская мифология в мире уникальна и тем, что у нас нет злых или добрых мифов, нет героев, занимающих главное или быстростепенное положение. Как мы неоднократно отмечали, в армянской системе есть только один творец, принципы являются характеристикой созидательных качеств, следовательно, не может быть какого-либо созидательного свойства, которое было бы более важным или неважным. Арамаз считается воплощением качеств, характеризирующие отцовство и власть творца. Также считался тем идеалом, на который в течение жизни пытался уподобиться отец, князь или царь, носящие любую армянскую систему ценностей. Православляя Арамазды, мы православляем наших отцов, жрецов и царей. Чтобы лучше ознакомиться с учением Айкян, вернуться к корням, жить в истинной армянской системе ценностей, вы можете присоединиться к семье конгрегации Айкян, узнав обо всем во время курсов армянской школы Арамага. В общине Хиншен Шушинского района, которая оказалась в двойной блокаде, жители с тяжелыми заболеваниями лишены возможности переехать в междуучреждения и получить соответствующую медицинскую помощь. Об этом в беседе с Арсакрэ заявил глава общины Хиншен Самвел Сарксян. До двусторонней блокады по согласованию с госминистром мы должны были в сопровождении российских миротворцев доставить людей с тяжелыми заболеваниями в соответствующие медучреждения, что, однако, стало невозможным из-за недавних случаев, пояснил староста. По его словам, сейчас в селе есть лекарства первой необходимости в определенном количестве, которые были приобретены до двойной блокады. Баку продолжает использовать язык, пропагандирующий российские стереотипы и разжигание ненависти. Публичные обсуждения и заявления политиков, в том числе на высшем политическом уровне, были отмечены использованием подстрекательской риторики против Армении и широким распространением ненавистического контента как в традиционных, так и в социальных сетях. Об этом говорится в шестом докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости относительно Баку. Комиссия выражает обеспокоенность тем, что использование азербайджаном языка ненависти в отношении соседней страны наблюдает среди молодежи и в школе, и вне школы, что может подготовить почву для дальнейшей вражды. В докладе обращается и к открытию в Баку в апреле 2021 года парка трофеев, что вызвало много осуждений. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости разделяет серьезную обеспокоенность, выраженную и другими международными органами, в том числе комиссаром Совета Европы по правам человека и комитетом по ликвидации расовой дискриминации в отношении использования языка ненависти и регулярного использования враждебных тезисов, которые пропагандируют российские стереотипы и увековечивают вражду, говорится в докладе. В докладе также упоминаются многочисленные сообщения, получаемые комиссией о насилии в отношении армян, об убийствах, уничтожении их имущества во время и после войны 2020 года. Правительство Западной Армении также получило многочисленные жалобы от граждан Западной Армении, провинцией которой является Арцах, в основном от вынужденных переселенцев из Шуши. На основании заявлений и многочисленных фактов ЕСПЧ по полномочию президента Республики Западной Армении Арменака Абрамяна начался судебный процесс в связи с армянонавистной политикой бакинских властей. В ходе судебных процессов, включающих все проявления расизма и агрессии, будет полностью раскрыта ненависть бакинских властей к армянам и распространение данной политики, особенно среди молодежи. Осуждение подобной политики бакинских властей – один из постоянных внешнеполитических процессов правительства Западной Армении. В ходе пленарного заседания летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, министр иностранных дел Латвии, председатель Совета министров Эдгар Ринкевич, отвечая на вопрос основного члена делегации Национального собрания Республики Армении в ПАСЕ, основного докладчика ПАСЕ по вопросам местных и региональных властей, Армена Гевуркяна отреагировал следующим образом. Не думаю, что разделение цветными линиями – лучший подход к этой великой организации. Армена Гевуркяна, напомню, президент США Байден дважды принимал саммит за демократию, на который некоторые страны-члены не были приглашены из-за отступления от демократических принципов. Одна из них – бакинская власть, подорвавшая стандарты демократии и верховенства закона, который продолжает идентическую чисту коренного армянского народа региона. Далее армянский депутат задал вопрос – какова для вас красная линия в случае Баку? При каком раскладе комитет министров проявит решимость, заставив Баку уважать нормы международного права и предотвратить новые военные преступления? Эдгар Линкевич заверил, у председательства комитета министров Совета Европы и у нас общий принцип – все нормы международного права, также решения Европейского суда по правам человека должны быть выполнены. Каждое государство-члены должны соблюдать эти нормы. Как я уже отметил, на вопросы наших армянских и азербайджанских коллег, мы намерены попросить все государства-члены выполнить все конвенции, также уважать обязательства, которые страны взяли на себя при вступлении в данную организацию. Мы всегда будем ставить этот принцип превыше всего. Миссия Евросовета в Республике Армения сообщает на своей странице в Твиттер, что глава гражданской миссии Евросовета в Армении Маркус Риттер и посол Евросовета в Армении Андрея Викторин приветствовали председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Натали Луазу и возглавляемую ею делегацию в аэропорту Сесяна. Делегация Совета Европы присоединилась к представителям миссии Евросовета в Армении для осуществления планового патрулирования по дороге Берцор. Как сообщает Арминпресс, 21 июня в Матандаране Маштоца стартовала конференция, посвященная 80-50 годовщине смерти великого средневекового мыслителя, поэта Благослова и гимнографа Нерсеса Шнурали. Конференция станет местом встречи и продуктивной работы известных армянских зарубежных арминоведов, исследователей молодого и старшего поколения. Доклады будут посвящены многообразному многослойному литературному наследию Шнурали и его общехристианским и общетиловедческим идеям, также оценке достижений и определению новых критериев в направлении этой области исследований. По словам Карина Матавосяна, 850-е годовщина смерти Шнурали включена в календарь известных людей и важных событий ЮНЕСКО на 2022-2023 годы. Мероприятия будут проводиться как в Армении, так и за рубежом. В Антеляси уже состоялась международная конференция, в ноябре конференция прошла в Ватикане. До 27 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО Парижа состоится презентация двухтомника Нерсеса Шнурали, конференции и концерт. Матандарана является научно-исследовательским институтом, выполнил самую основную работу, опубликовав в двух томах все научное наследие Шнурали. В ходе конференции будет 60 докладов, посвященных жизни Нерсеса Шнурали и различным сферам его деятельности. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении ансамбля «Каринь». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok